Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси и вы смотрите новый выпуск Приколы и Баги. Очень-очень давно данного выпуска, данной рубрики не было, и вот она возвращается. И начинаем мы вот с такой вот вертухи на FV4005 Stage 2. В начале боя без соединения, конечно же, практически на ходу игрок поразил противника. Далее у нас тоже FVH пытается выцелить АБР-105. Конечно, противник мчится на всех ходах, но, естественно, это его не спасает, потому что в данном случае игрок очень грамотно взял упреждение. Далее снова у нас бабаха и выстрел, как вы понимаете, по ИС-7. Ну и чем же этот выстрел примечательный, спросите вы? А тем, что максимальный урон вылетает больше, ну, короче, 2139 урона очень много. Далее вот такой вот ваншот противника без засвета. Ну, игрок попал под обстрел, то есть, естественно, у него очень быстро начинали очки прочности убавляться. И вот такой вот, ну, довольно-таки рисковый шот он сделал и попал по противнику без засвета. Получилось весьма круто. А далее у нас снова бабаха и демонстрирует она весьма такой вот интересный кувырок. Пыталась она, видимо, выстрелить, ну, у нее это получилось, но после этого она еще и кувырок сделала. При этом особо прочности, ну, много не потеряла. В какой-то момент она вообще так зависла прикольно. Ну, в общем, получилось очень классно. Далее у нас снова момент на бабахе, не беспокойтесь, не только моменты на бабахе будут, но их, конечно, тут уже очень много, потому что, сами понимаете, машина очень забавная. Выстрел по батчату с вертухи на ходу. Это для нее в порядке вещей. Ну и, конечно, куда без КВ-2. Тут игрок увидел Т-52, пытается его выстрелить, но, в общем-то, не получается. Ну, тут появляется еще один противник, Найстер Вехи, и прямо в рючок ему залетает. Невероятный выстрел на самом-то деле, то есть попасть в рючок с такого расстояния, с таким разбросом, это, ну, задача довольно-таки непростая. Ну, не для КВ-2, конечно же. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. И так, сегодня поиграем на сайте Vodhub, пооткрываем коробки с стартерами инженера, то есть с порталами. Ну, по сути, с коробками от Wargaming. Вот, падает мне на 1100 рублей, неплохая такая коробочка. По-моему, там 20 стартеров инженера, если я не ошибаюсь. То есть, по сути, 20 раз можно крутануть. Неплохо, кстати. Учитывая, что это 177 рублей мне стоило, а в итоге выбил гораздо на больше. Так, премиум аккаунт. Золото премиум аккаунт опять. Опять золото. Так, золото премиум аккаунт. Ну, мне бы еще одну коробочку выбить. Так, 1000 золота. И последний раз. Ну, опять премиум аккаунт. Ну, в принципе, нормально получился. И вот промокод, который дает дополнительный бонус при пополнении. Можете его использовать. И, друзья, как всегда, вот победитель, который выиграл золото. Опять-таки, если хотите выиграть золото, в этом видео достаточно всего лишь указать свой игровой ник. И также написать интересный комментарий. Также напоминаю вам, друзья, что, помимо этого, можно прислать мне реплей. Какой-то интересный, например, который, ну, как в этом видео, что-то похожее, но только поприкольнее что-нибудь. И вы можете выиграть золото. Вот тут, например, елочка умудрилась залезть под танк. Ну, это, в принципе, она любит делать, на самом-то деле. И, тем самым, уничтожила более сильного и весового противника. Ну, в общем, довольно-таки прикольный агрегат. Далее у нас елочка, которая залезла. Тут какой-то пруд или что-то такое. Ну, в общем, она чуть не утонула. Посмотрите, как это забавно выглядит. То есть, она могла вполне тут утонуть. Но, все-таки, не выбралась. И это еще не все. Ко всему прочему, игрок потом, ну, тот разведывал территорию. Пытался как-то кого-нибудь высветить. И на него сагрился лево. Таранит елочку. Таша отлетает бедненькая. Он по ней еще проехался. Она ехал на нее. Но елочка не сдавалась. Пыталась выжить. И у нее это все-таки получается. Хотя противник, в общем, пер на всех парах. Ну, и недолго елочка, конечно, жила в такой ситуации. Но это все равно получился на некоторые такие прикольные моменты с ней. А далее у нас снова елочка. Для меня это тоже елочка. Если что, есть елочка, я знаю, низкого уровня пятого. Но есть и такая премиум елочка на LC EVEN 90. Тут она вообще под землю проводилась тупо. То есть, игрок каким-то образом, не знаю, специально или случайно. Я думаю, честно, случайно заехал между, соответственно, платформой поезда и рельсами. И, соответственно, просто улетел под землю, катапультировался под землю. Видимо, решил, не хочу я тут больше с вами воевать. Я хочу выжить и хочу, соответственно, побывать где-то на дне морском. Ну, тут синее все, поэтому, может быть, там море какое-то. Улетела она отдыхать, короче, на море. И, соответственно, больше ее никто не видал. Далее BR-105 катается, тут уворачивается от снарядов. И, конечно, куда без трюков. Вообще, это техника колесная. Она делает такие трюки, похожие, как будто скейтбордисты. Знаете, такие трюки делают тут что-то похожее. Ну, такое, конечно, надо будет дать одно удовольствие. Ну, еще один момент с колесником. Тут он делает переворот такой вот, спасаясь от противников. СТРВ-С1 пытается высадить ЛТшечку, которая тут была. И, соответственно, умудряется ее уничтожить. То есть, с блайнда забирает противника, который сидел там где-то в кустах. Далее, КВ-2 у нас снова на связи. Выцеливает противников, как всегда. Стреляет по ПТшке, но уничтожает вообще совершенно другого противника. СТРВ-74. Соответственно, мне кажется, КВ-2 тут сам удивился. Посмотрите, он так долго думает. Ну, он еще перезаряжается, понятно, чтобы не подставляться. Ну, мне кажется, он сам удивился, какого фига тут происходит. Как так произошло, что стреляешь в одного, а попадаешь в другого. Понимая свою удачу, он второй раз стреляет и ваншотит Штуга. То есть, просто небывалая удача. С первого выстрела удачно попал. Наверное, подумал, надо рисковать. Надо еще раз, соответственно, делать шот. И, соответственно, второй раз ему повезло. Но повезет это третий раз, потому что это уже невероятная удача. Но нет, не повезло. Особо там момента не произошло. Далее у нас КВ-2. Замечает ЛТшечку в начале боя. И с вертуха она отдает ей плюху. Забирает противника. Хотя, казалось бы, снаряд вроде как не совсем в цель летит. Но, видимо, этого хватило для КВ-2. И снова у нас КВ-2. Который уже там, ну, где-то в середине боя. Он пытается сделать какой-то блайнд. И у него это получается вполне даже. Снова у нас ЭБР-105. Катается по карте в конце боя. И делает вот такой вот неплохой трюк. Ну, а ФВХ в своем репертуаре делает, соответственно, крутейший выстрел. И еще один выстрел на ФВХ. Да, тут в этой рубрике довольно много, конечно же, моментов именно с выстрелами. Ну, потому что их проще всего найти. Я их сам искал и, соответственно, нашел. И, соответственно, такой вот момент на ФВ-215Б-183. Где, где-то в конце боя стоит совсем мало времени. И, ну, казалось бы, уже ничья. Последний противник на АМХ неизвестно, где катается. Но тут игрок присматривается и замечает такую вот деталь. Что выадится дерево, туда у нас стреляет. И забирает последнего противника. Тем самым приносит победу своей команде. Идем дальше, друзья. И еще один момент на бабахе. Тут игрок замечает объекта 268. Он где-то там в кустах должен быть. Игрок, недолго думая, делает туда выстрел. Ну, особенно после того, как лампочка загорелась. Ну, и очень удачно получилось. На этот же бой, после недолгого раздумия, игрок решает попытать свое счастье. И стреляет в место, где, соответственно, была арта. Ну, там она сама выстрелила, спалилась. Так что не нужно говорить, что там читы какие-то. То есть арта тут сама спалилась, как и объект 268. Но это еще не все. Третий выстрел на ФВ-хе. И на этот раз, соответственно, тоже по арте. То есть две арты игрок вслепую забрал и одну ПТ-шку. ЭБР-105 летит на всех парах по кишке. Видимо, где-то он до этого, ну, может быть, не сидел, но, короче, был другим чем-то занят. И вот такой вот весьма интересный зарядочный таран он демонстрирует. Противника переворачивает на крышу и добирает без проблем. Снова момент на колеснике. Наш герой тут светит. И смотрите, что происходит. Он наезжает на какую-то кочку и в полете делает кувырок. Еще и уворачивается в полете от снаряда. То есть еще раз показываю вам, что действительно так. То есть он мало того, что сделал такой прыжок и кувырок, так еще и увернулся от снаряда. То есть действительно как будто получилось, что он как Нео из Матрицы вытворяет всякую дичь. Далее ЛТ-432 в полете забирает Супер Перша. Ну, так как это конец боя и уже победа гарантированная была, то, в принципе, все нормально тут. И давайте смотреть следующий момент. На этот раз на АМХ-50Б. Тут игрок тараном забирает Бураска. При этом оригинально он его так забрал. Так что Бураск подлетел в воздух, сделал там кувырок. И после чего он просто взял и упал на противника, прям на горб врага. И, соответственно, ну как бы ХП он врагу не снимал, но все равно получилось прям сверх эпично и прикольно. И, да, эти моменты некоторые были в шортах. Если что, если вы смотрели шорты, но тут все-таки более высокое качество. И, соответственно, мне кажется, что данные прикольные моменты и пересмотреть. Ну, не зазорно, если вы их видели. Например, тут L7-90 сбили гуслю, после чего она упала с моста, но не разбилась. А лишь немножечко, соответственно, покоцалась. И на этом все, друзья. Надеюсь, рубрика вам понравилась. Очень много всяких моментов прикольных. И спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.